В Димитровграде работают пять профессиональных образовательных учреждений. Общее число студентов более двух тысяч. Как отметил председатель регионального правительства Александр Смекалин, проблема оттока молодежи из города одна из тех, что наиболее волнует димитровградцев. То, что тяжело найти работу в городе Димитровграде, знают все выпускники. А то, что научно-производственная фирма «Сосны» на сегодняшний день растет темпами по 30-40-50% в год, не знает никто. О том, что ДААС сейчас нуждается в двухстах новых кадрах специалистов, очень редко об этом говорится и мало кто слышит. В Димитровграде, кроме крупных предприятий, таких как ДААС, НИАР, Димитровград-Химаш, очень развит и средний бизнес. Это небольшие, но активно растущие предприятия, где работает порядка 200 человек. И все они нуждаются в специалистах высокого класса. Ряд городских предприятий, среди них МИКО МОТР, решают эту проблему самостоятельно. Мы сотрудничаем с несколькими учебными учреждениями в виде договоров. То есть мы заключаем договора, учебные учреждения нам предоставляют своих студентов на производственной практике, для работы в основном на производстве. Работа с предприятиями в Димитровградском техническом колледже начинается с заключения договоров о прохождении учащимися учебно-производственной практики в самом начале обучения. Ребята проходят на предприятиях нашего города. А в последующем у них идет уже окончательный этап, скажем так, получения диплома и прохождение практики, уже длительной практики на предприятии. И уже предприятие решает в дальнейшем вопрос трудоустройства нашего выпускника. По итогам совещания было решено в течение трех лет после окончания учебного заведения проводить мониторинг трудоустройства выпускников, а предприятиям рекомендовано организовать работу наставников. Кроме того, Александр Смекалин предложил возродить практику введения в профессиональных училищах наблюдательных советов, состоящих из представителей предприятий, которые будут принимать непосредственное участие в демонстрационных экзаменах. Это даст им возможность познакомиться со студентами еще во время учебы и пригласить на практику, а потом и на работу на свои предприятия. Участники совещания поддержали это предложение. Марина Антуганова, Юлия Пак. Наше время.